В 2018 году сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России провели на водоемах Чуваши 750 профилактических рейдов и патрулирований. За несоблюдение требований безопасности к административной ответственности приличены более 400 судоводителей. Такие цифры привели специалисты ГИМС в ходе состоявшегося в Чубаксарах совместного совещания с представителями ВД и транспортной прокуратуры. Перед совещанием была проведена проверка готовности республиканских инспекторов, Госинспекции по маломерным судам и сотрудников поисково-спасательной службы. Сегодня мы проводим итоговое мероприятие по результатам нашей служебной деятельности в летний период. Подводим итоги летней навигации, летнего купального периода. Мы проверили готовность личного состава и их обмундирование к зимнему периоду. Личный состав готов к выполнению своих обязанностей в зимний период. Также проверили наличие, готовность, техническое состояние нашего вооружения. То есть это автомобильная техника, аэросани, снегоходы, квадроциклы. Как отмечают спасатели, профилактическая работа позволила в этом году не допустить происшествий с участием маломерных судов. И в этом и помогает техника и специальное оборудование. Объем топливного бака 40 литров, мощность 43 лошадиные силы, тяговые усилия 350 килограмм. Максимальная скорость 60 килограмм в час. Узначено для передвижения спасателей доставки оперативной группы спасателей. Проведение неотложных работ, период ледостава, когда лодка уже проехать не может, а снегоход еще не пройдет. Как раз по тонкому льду с перехода налет со льда на воду и обратно. В посадочных мест у него 1 плюс 5 пассажиров или 1,4 и одного пострадавшего. Развивает скорость до 130 килограмм в час по ровному льду. Вездеход может двигаться через острова, через заросли камыша и для доставки снаряжения оборудования на место проведения часа. За летний купальный сезон в водоемах Чуваш утонуло 22 человека. Наступает зимний ледостав. Очень опасный период, когда люди, не спасая себя, ташут с собой еще друзей и наступают на лед, где еще лед не крепкий и уходят под лед. Что бы этого ни случилось, наша служба сегодня готова для проведения и аккредитационных, и проведения бесед в наших школах. Главной темой обсуждения в ходе межведомственного совещания стала подготовка экстренных служб к обеспечению безопасности людей на водоемах в предстоящий зимний период. С начала ледостава сотрудники ГИМС приступят к патрулированию водных акваторий в традиционных местах зимней рыбалки. Особое внимание в зимний период спасатели уделят профилактической работе с населением, особенно с детьми. Во всех образовательных учреждениях Чуваш пройдут открытые уроки «Осторожно, тонкий лед». Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.